Друзья, всем привет! Рассказываю про обновления, которые произошли на GetResponse. Немножко по-другому все стало работать. Теперь формы делаются по-другому. В общем, есть возможность у нас создать форму, нажав вот сюда. Есть возможность нажать веб-формы и создать формы. То есть, если мы нажимаем «Мои формы», мы можем их посмотреть. Что там, как там, вот они, эти все формы идут. Если мы хотим создать, мы нажимаем «Создать». И у нас есть четыре разных варианта. «Мастер форм», «Формы приложения», «HTML редактор» и «Интеграция». Нам вот эти не нужны. Давайте, соответственно, поработаем с «Мастером формы» и «Формы приложения». Ну, опять же, «Мастер форм», в чем его фишка? Уже есть готовые формы. То есть, вы можете выбрать одну из, которая вам нравится. Одну из этих форм, нажать на нее и дальше уже редактировать. Есть общие, тут все шаблоны, бесплатный курс, отправить отзыв. Для заказа вот есть формы и так далее, и так далее. Видите, для заказов тут что у нас? «Емейл», «Емейл», «Емейл». Вот он номер телефона, допустим, у нас здесь есть. Второе – это уже формы приложения. Здесь разные прибамбасы есть. Например, у нас есть форма для скачивания. Ну, вот они, этот режим. То есть, есть вот такая форма для скачивания. Режим такой, что вы нажимаете, появляется «Синкю пейдж». Есть, соответственно, форма при прокрутке. То есть, вы когда до низа прокручите, вот эта штука внизу сайта вылезает. Прикрепленная – это, например, вверху, везде у сайта у вас вот тут вверху такая будет, ну, типа, «Позвоните мне», «Емейл», «Адрес» и так далее, и так далее. Но это просто появляется. То есть, где бы вы ни находились, прямо в центре вашего сайта появляется вот такая форма заявки. Не где-то она внутри стоит, а она именно будет происходить, будет происходить именно в центре, появляться в центре. Анимированная форма, фишка в том, что, видите, она вот так вот немножко покачивается. Дальше, форма на выходе. То есть, если вы наверх будете сайт пытаться, мышкой клиент будет вверх поднимать, именно в этот момент будет появляться форма. Покидайте наш сайт очень быстро, оставьте нам свой e-mail или еще что-то, мы вам что-нибудь дадим, пришлем и так далее. Ну, форма с изображением, не знаю, что это они сюда вставили, это очень простая. А вот видите, как у GetResponse попробовать купить вот в этом формате, да, закрепленная форма работает. В общем, дальше. Выхожу из этого, из этих параметров форм и захожу в обычную, начинаю создавать. Показываю, как это делать. Вот, в мастер форм. Заходим, допустим, на... Так, он подгружается у меня сейчас. Ну, брюки превращаются. Давай, давай. Вот, все, наконец-то загрузилось. Берем простую форму. Давайте нажимаем использовать. Вот, у нас есть эта форма. Смотрите, из чего она состоит. Она состоит из такого белого квадрата. Здесь текст есть какой-то, e-mail, имя и кнопочка подписаться. Давайте, соответственно, убирать не нужно. Ну, во-первых, нам этот заголовок не нужен, да, потому что мы в нашем юзе можем делать все, что хочешь, любой вставлять. Нам здесь это не нужно. Саму форму я предлагаю сделать прозрачным. Заходим тогда в верстку, или в стиль, наверное, находим, где здесь цвет, вот фон. Он стоит белый. Но нам надо выбрать вот этот прозрачный, и тогда все исчезнет. То есть, у нас форма такая большая, но она прозрачная. Нам, в принципе, края такие большие не нужны, поэтому мы еще меньше форму сокращаем. Смотрите, я не очень люблю, когда есть у нас в формах, вот, ну, e-mail сверху стоит. Ну, и, соответственно, я думаю, что клиенты тоже не любят. Ну, во-первых, имя нам, скорее всего, надо будет приподнять вверх, поменять местами. Так, вот так вот, наверное, оп, не получилось. Как же нам приподнять? Так, в общем, имя хотелось бы поменять местами. То есть, двигается так, но местами почему-то не меняются. Ну, как мы можем? Нет, здесь не меняется. Ну, ладно, пока так, оставляем. В общем, нам нужен телефон, на самом деле, да, в этой форме. Поэтому давайте попробуем вставить номер телефона. Так, чуть-чуть пошире все-таки делаем место, нам нужно. Так как это заявка у нас на... Это заявка. Видите, какой недостаток GetResponse. Я потом еще буду вас обучать в других формах работать. E-mail адрес узнать нельзя, убрать нельзя. Все можно убрать, а e-mail адрес убрать нельзя. Почему? Потому что GetResponse зарабатывает на том, что чем больше у вас e-mail'ов хранится, тем, соответственно, чем больше e-mail'ов хранится в базе, тем они на этом больше зарабатывают. Поэтому этот неудаляемый здесь в простом режиме параметр. Ну, давайте посмотрим, меняется ли он местами, по крайней мере. Ну, не хочет, не знаю. Может быть, где-то здесь нам нужно местами поменять. Ладно, пока оставляем так. Так, вот у нас, грубо говоря, есть e-mail, имя и телефон. Ну, все криво, так не должно быть. Где-то нам это можно поменять, но пока я не понимаю, как. Так, сейчас разберемся. Не хочет, ну ладно. В общем, давайте пока так оставим. Имя, телефон, ну это, конечно, бред. Давайте уберем вот так, сделаем ход конем. Ага, может быть, мы вот так можем сделать. Все. Все. Поздравляю, преступление раскрыто. Удаляем сначала и потом заново вставляем. Вот. E-mail последним, телефон вторым. Ставим. Да, видите, Россия у нас выбралась. Очень удобно, хорошо. Кнопка сабмин. Давайте менять текст. То есть нажимаем и два раза кликаем и убираем. Пишем. Да, я хочу. Хотите оставить заявку? Да, я хочу. Дальше. У нас, смотрите, вот так видите, некрасиво. Имя, телефон, e-mail. Давайте попробуем это все встроить внутрь. Она, по-моему, называется так. Вот, верстка. E-mail, адрес. Мы можем это переписать и написать. Ваш e-mail. Ваш e-mail. Ну, и написать так, внутри. Хоп. И уже надпись будет внутри. Вот. Эта подсказка, надо убрать ее. Она некрасивая. Она нам в этой форме не нужна. Дальше. Смотрите. Телефон и так все понятно. Ну, все внутрь убралось. Я понял. Верстка, она по всем сразу, одновременно убралась. Поближе все ставим. Форма тоже нам такая большая, не нужна. Ну, и вот у нас получается. Здесь ваше имя и так далее, и так далее. Давайте сохранить и... Опубликовать. Нам нужно получить код, который мы вставим сейчас. Который мы скопируем. Давайте копируем. И вставляем в наш Muse. Вот наш Muse. Вставляем сюда. Нажимаем View. Нет, Object. Вставить код HTML. Так. Вставляем. А, ну, видите, у меня проблема. Скопировал, скопировал. Ну. Зашли сюда. И здесь вставить должно быть. Так, да. Сейчас посмотрим, как она будет выглядеть. Все. Форма у нас вот таким образом. Красивенькая. Ну, вот здесь, видите, тело вот этот. Он как бы ни к силу, ни к городу. Давайте попробуем его поменять. Этот тело некрасиво смотрится. Давайте его попробуем поменять. Назад в редактор Webform. Хоп, хей, ла, ла, ла. Так. Ну, что такое? Давайте быстрее. GetResponse. Уважаемые коллеги, давайте побыстрее. Ну, и что такое? Ну, давайте еще что-нибудь нажмем. Не хочет быстро работать. Давайте попробуем отсюда. Так. Не знаю, почему. В таком формате не хочет работать. Давайте моей формы нажимаем. Она у меня уже была сохранена. Я захожу сюда. Она, кстати, работает. И вот здесь мне надо убрать просто этот телефон в версту. Убираем этот номер телефона, потому что когда стоит плюс 7, и так понятно, что это телефон. Все сохранить. Все сохранить. И теперь, когда мы заходим в GetResponse, то есть наш браузер, нажимаем превью. Все. У нас есть вот такая волшебная форма. Отлично. Отлично. Здорово. Теперь смотрите. Ну, в превью, как он, то есть вместо имя, когда мы начинаем писать, оно все меняется. Потом 9, 2, 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, вот здесь, кстати, не очень красиво. Давайте посмотрим e-mail сейчас. Допустим. Так, нажимаем, да, я хочу. Так, неправильный телефон. О, смотрите, он понимает. Молодец. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. О, отлично. Ну, видите, он единственное, что поставил нам галочку. Поэтому нам здесь можно было бы посмотреть, есть ли возможность поставить thank you page, допустим. Что такое thank you page? Thank you page, это, ну, во-первых, здесь выбираем компанию, куда нам нужно заливать. Подсказка при подтверждении. Добавил цикл. Так, не отслеживать, не отслеживать. Видите, подписка с подтверждением. Здесь нужно убрать галочку. Если вот так, тогда система просит подтверждение. Нам нужно, чтобы у нас заявки были без подтверждения. Ну, на этом этапе развития пока нам нужен. Так, сейчас я хочу посмотреть. Опять же, друзья, для меня это тоже относительно новое. Ну, вот, видите, до сих пор работает эта штука. Ну, я не знаю. Прям я уже начинаю ее бояться. Не работает она почему-то вот этим нажатием. Ну, давайте. Так, заходим. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Ну, быстро она не работает. Это плохо. Нет, ну, это, конечно, вообще мне не нравится. Не знаю, почему. Такая сегодня ошибка. Вот, заходим еще раз. Мои формы. Нажимаем вот таким образом. Да, опять то же самое. От браузера еще, кстати, может зависеть. Вот это еще тоже та схема. Так, смотрите. Нам нужно настроить thank you page. Вообще-то, если что. Надо посмотреть, где этот thank you page выставляется. То есть, что такое thank you page? После того, как человек оставляет заявку, перекидывает ли его система куда-то на какую-то другую страницу. Смотрим. Давайте настройку попробуем. Компанию. Подписка с подтверждением. Добавил цикл. Вот, выбрать страницу благодарности. Мы можем выбрать его по умолчанию. Можем пользоваться. То есть, мы здесь прям можем поставить страницу, например, там, ну, я не знаю. Есть у нас какая-нибудь такая multi-finance, что-нибудь там. Thanks. Думаю, нет такой. Ну, давайте просто поставим на страницу multi-finance. В вашем случае она будет переходить на эту страницу, так называемую thank you page. Все. Соответственно, сохранить, опубликовать. Мы можем посмотреть, например, давайте посмотрим это. Моя веб-форма будет размещена на сервере getresponse. То есть, перед тем, как ее тестировать в Mews, можно заходить просто на сервер. И она будет в таком формате. Вот этот лейбл, я не понимаю, что это такое. Опять надо что-то посмотреть. Кирилл. 9, 2, 1, 9, 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 допустим, да. А вот, кстати, давайте e-mail не будем вводить. Он что нам скажет? Он скажет, а вводите e-mail. Ну, хорошо, ладно. Так. Допустим, и подписка на эту страницу, ну, елки-палки, так, ну, давайте еще раз сделаем. И вот он перекинул меня на сайт мультифинанс. То же самое будет и с этой формой. То есть, когда мы ее опубликуем, то же самое будет и с ней. То есть, дизайн, но напоминаю, что тут какие-нибудь, я не знаю, ваши картинки, как обычно, вы все делаете, оформляете и здесь пишите, ваша заявка оставлена и так далее. Все, это обновление, дополнение к тому, что я говорил. Единственное, что превью, давайте еще раз проверю, при превью появляется лейбл. Нет, ну, это плохо. Убираем при превью лейбл. Но шансов у нас, то, что это произойдет быстро, немного. Ну, давайте, как обычно, окольным путем пойдем. Вход. Веб-формы, мои веб-формы. Так, заходим. Здесь где-то этот лейбл появился. Откуда-то это название, ну, вот, когда я нажимаю. Вот этот лейбл откуда-то появился. Все, его убираем, опять же, сохранить и опубликовать. Все, и в итоге появилась у нас идеальная форма. В общем, это дополнение к тому, что уже было до этого у вас в обучении. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok